Значит основные схемы, основная работа и авторская метода, которая была тогда описана, это лечение межпозвоночных грыж без хирургий, то есть не используя хирургический метод. С помощью RSP это вышло вообще на кардинально лучший уровень, потому что качество действия быстрее результат, значит есть три варианта для пациента. Первый вариант, сейчас благодаря тому, что у нас есть уже готовые схемы и наборы, потому что я много тоже консультируюсь и с Антелевским, и с САЛО, то есть с ребятами, которые работают над этим на очень глубокой научной основе. Первый вариант это для людей, которые понимают, что основа должна быть. Первое, реабилитация ЖКТ, второе, здоровье костей, третье, здоровье суставов. Это немножко возможно больше, но вот этих три набора шахарно снимают очень много проблем. Второй вариант, как у нас говорят, всегда есть в самолете три места. Бизнес-класс, эконом-класс и багаж. То есть, чтобы не быть багажом, выбираем эконом-класс. Улучшаем кровообращение, обязательно будет укола и красный клей. Используя, добавив к схемам, кутуколу и красный клей улучшилось кардинально в снятии воспалительных процессов, более быстрые. Начинаем от 1-2 раза в день. Мы все знаем, на баночке написано доза, которая соответствует человеку с весом 70 кг. Притом доза профилактическая. Если вы назначите кутуколу 2-2 раза в день, вы не ошибетесь. Красный клейвер я назначаю в профилактических дозах по 1-2 раза. Следующий шаг, репейник, улучшение работы желчных протоков и поджелудочных. По 1-3 раза. Обязательно с лицетином. Острый период первых 10 дней. По свериям по 2-2 раза. Успеваем? Я в схемах, в первых этапах исключил хондроидин. Доктора поймут, длинный полисахарин у своей немножко дольше, а если еще хуже кровообращение, не всегда будет тот эффект, который человек ожидает. Лучше использовать, но с моей точки зрения, глюкозамин, потому что мы там имеем кошачий кокоть. И сел. По 1-3 раза. Минимальный курс минимум 3 месяца. Каждый пациент знает, что если мы с чем-то работаем, то минимальный курс 3 месяца. Никогда не обещая, что вот если вы это попьете, через месяц ничего не будет болеть. Неправдано. Болеть не будет, но мы не уберем причину. А дозировка на 7 раз? По 1-3 раза. То есть на баночке написано, а мы просто комбинируем с дозаметом. А можно обилие воды? Можно. Обязательно обилие воды, склорофилов. Каждый пациент знает, для чего люксает нам. Мы, кроме того, улучшаем кровную бочек и уменьшаем количество мочевой кислоты. То есть еще профилактируем подальше. По 2-3 месяц к этой схеме добавляем Мегахелл и Остер Плюс. Это добавляем, то есть ничего не исключаем. И также на 2-3 месяц Мегахелл и Остер Плюс. Остер Плюс или Супер Комплекс. И уже с 2-го месяца добавляем протеазу. Или пищеварительные элементы между едой. За час до еды или за час после еды. Обязательно 2 капсулы на ночь. Мало того, что пациент увидит, как изменилось его самочувствие, как лучше работает кишечник, как изменилась кожа. Это огромный плюс будет в нашу сторону. Притом продукты метаболизма не будут оставаться в организме. По 2-3 раза в день. Притом 2-2 раза и 2 на ночь. Курс до полугода. Местно. 6 месяцев. Если есть желающие, будут использовать этот курс. И они могут провести контроль своих изменений. Зная, например, имея МРТ предварительно. Через полгода можете спокойно их направлять на повторное МРТ. У меня просто были пациенты из Москвы, которые были не верящие в ОГО. Вообще ни во что. Сами привезли мне МРТ повторное. С уменьшением выпячивания грыжевого на 6 мм меньше. То есть для них это послужило причиной дальше продолжать курс. А физиопроцедура они делали? Ну, обязательно. Если массаж, массаж легкий, никаких кардинальных скручиваний, вставить диск и так далее, категорически нет. Гимнастика должна быть щадящая. Кто хочет использовать гимнастику, заходит в Ютуб, набирает латиницей на зимка НСП. Есть два курса. Первый просто утром, когда просыпаемся на 10 минут. Он будет щадящий, как раз насчитан на то, что у человека есть болевой синдром. Или он делает профилактику утром. Второй, это на 40 минут. Уже с включением работы кишечника, улучшение энергетического баланса. То есть каждый выбирает, начиная с малого. Мы делаем каждый день. Местно. Если длительный период, и у человека есть долгие, тянущие боли, которые не характерны острым проявлением, используем релакс тетий ойл. Если есть острое состояние, вы видите отек, тейфу или эверфлекс. Притом 2-3 раза в день. Вот приблизительно вот такая схема, уже которая подтверждена, наверное, больше сотни пациентов, которые уже подтвердили это. Всего здоровья вам. Спасибо.